И вот что я вам могу сказать. Вот сейчас показывает в частности СНН то, что произошло в Вашингтоне. Стрельбы ходят полицейские, очень не похожие на исполнителей главных ролей в боевиках, а похожие на такую ходячую рекламу Макдоналдса, то есть бесконечно. То есть хула-хуп, они не пролезают. У них на пузе прикреплены разнообразные средства защиты, наверное, и выглядит это все более чем странно. Напомню, что произошло. Порядка десяти человек получили ранения, неизвестно точно, по-моему, человек восемь погибло в результате стрельбы, которую строили вчера. Сначала говорили три человека, потом стали говорить, что один человек. А все это случилось на не просто объекте, а на охраняемом объекте в районе Navy Yard, на берегах реки Анакости, неподалеку от места слияния с Потамаком, это юго-восок Вашингтона, примыкает непосредственно к центру города, неподалеку от Конгресса. Поэтому, конечно, это, ну, совсем-совсем сердце Соединенных Штатов. Нападавший на тот момент времени был блокирован, потом, как вы знаете, убит, потом говорили, что их трое, потом говорили, что нет, все-таки, кажется, один. А президент Соединенных Штатов уже заявил, что это подлый трус. И что, хотя особо вот как раз трусливости я так и не понял, в чем состоит, то есть мерзко, гадко, да, но почему трус? А при этом выяснилось, что этот гражданин еще вдобавок чуть ли не программист, то есть какие-то тяжелые программисти в наши дни пошли. И кроме того, что он чуть ли не программист, он еще и работал по контракту. Мы сейчас до Вашингтона, ну, чуть попозже дозвонимся, да, там наш корреспондент Елена Соколова узнаем, что она думает о происходящем. Меня во всей этой ситуации не перестает мучить одна мысль. Я ни в коем мере не хочу, там, говорить, что вот, вот, смотрите, ха-ха-ха. Конечно, не ха-ха-ха, конечно, всегда трагедия, всегда ужасно то, что, да, и гибнут люди, и поэтому мне что-то было бы странно, если бы это не были. Слова соболезнования семьям погибших. А, и в Америке сразу объявлен был траур по жертвам расстрела до 20 сентября припущенной флаге. Ну вот, а представляете, что было бы, если бы в хваленых Соединенных Штатах Америки со всех системы безопасности был бы не один стрелок, который, ну, не особо профессионально обучен при всем уважении. Он контрактор одной из военных корпораций, но при этом он еще был, никто не будете еще повторять, то есть не боевой человек, то есть он не спецназовец, не головорез. А представляете, что было бы, если там был бы такой Норд-Ост, как у нас? Вот что было бы, если бы в Вашингтон вошло 40 боевиков, хорошо подготовленных, с взрывчаткой и с оружием? Если один человек привел к таким тяжелым последствиям для Вашингтона, то есть Вашингтон встал на уши, что было бы, если бы там было 40 боевиков? Поэтому, когда мы идеализируем систему безопасности Соединенных Штатов, то надо отметить, что главный фактор безопасности Соединенных Штатов – это их удаление от реальных мест скопления боевиков. Потому что была бы у них общая сухопутная граница, посмотрел бы я, что был бы с хваленными Соединенными Штатовами. Потому что пока вот раз за разом, конечно, ну, дичайшие проколы. Ну, вот просто дичайшие проколы. Что бостонский прокол, что здесь, что, извините, но и тот же самый сбежавший за границу Сноуден, который тоже был контрактором. То есть вообще они проверяют людей, которые у них работают на государство, на военно-промышленный комплекс, на систему безопасности. То есть вот кто-то с людьми работает. Мира безопасности – все есть. А результат где? Ну, где результат? Да, можно регулярно приспускать флаги. Но выясняется, что Соединенные Штаты совсем не образец борьбы. То есть вот просто совсем не образец борьбы с терроризмом. Все-таки там достаточно тепличные условия. М-да. Число пострадавших в результате стрельбы в здании Адмиралтии в Вашингтоне возросло до 13, включая стрелявшего. И Вашингтонский стрелок работал электриком ВМС США. Электрик. Аарон Алексис. Предполагаемый убийца 12 человек на базе ВМС. Во время нападения был вооружен штурмовой винтовкой, Аар-15, пистолетом и дрововиком. Вошел в здание по документам некого роли Чанса, почти год находясь в административном отпуске. Поэтому дважды Алексис попадал под внимание правоохранительных органов, в том числе за нарушение правил ношения оружия. И в 8 утра в кафетерии на первом этаже базы ВМФ открыл огонь. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, и через 7 минут после первого звонка в результате перестрелки Алексис был убит. Ну и там еще есть предположение, что есть некие сообщники, переодетые в форме военного, но их пока найти не могут. Ну вот как это возможно? Считаешь, да, ну как будто тут наши. Ну вообще, ну хоть стой, хоть падай. То есть настолько люди оказались неподготовлены. Ну вдуматься, да? Ну представляешь, ну... Да нет, на самом деле, конечно, мы привыкли себя ругать, а так посмотреть, в общем-то... Притом вчера наши ребята говорили, что это чуть ли не редкий случай. Какой редкий случай? Да, у них на базе уже было. У них уже там офицер перестрелял, там уже все было. Вот как раз-таки и там совсем не редкий случай. Частый случай, я бы сказал. Частый случай, да. А по поводу проколов, слушайте, да не только Сноуден. Там серия, по-моему, этих уже шпионских, я не знаю, разведческих, шпионских, наверное, все-таки в нашем отношении. Ну, работа фундаментов. Не, ну в том плане, что они... Очевидно, что они просто народ не отбирают, да? То есть вот не проверяют, не смотрят. Хотя нам рассказывали, какие там проверки. Вот они тут. Да вообще ощущение, что ну заходи, кто хочешь, бери, что хочу. Очень странно. Очень странно. Поэтому, конечно... И вот смотришь и понимаешь, что «Орел» создан голливудскими фильмами. Может быть, это «Орел» только? Ну да, это же как, ну, слушайте, ну, 12 человек погибло. То есть он один убил 12 человек, электрых. А они все остальные, то есть они же, ну как, ну, кафетерий, ВМФ, да? Ну, казалось бы, ну ты... Ну, наверное, они там без оружия все были, но... Ну, то есть не голливудский фильм. То есть никто не крепкий орешек. Очень печально. Людей, конечно, очень жалко. И тут же новость, что полиция арестовала человека, бросившего петарду через забор Белого дома. И при этом американцы продолжают поддерживать сирийских боевиков. А потом еще помогут, наверное, каким-нибудь беженцам к ним переехать, да? Как они помогали беженцам Северного Кавказа переезжать в Америку. И поддерживали их всячески. Они же не террористы и бандиты, они же были борцы за свободу. И получили боссанский теракт в результате. Ну, вот сейчас и доиграется. Это в Америке, а скоро в Европе тоже самое начнется. Где вообще, куда поедут возвращаться боевики, граждане Европы и Сирии, и в Америку поедут. Ну и что дальше будет? И выяснится, что все будут бегать к Израилю и к России, и говорят, слушайте, ребята, оказывается, вы что-то понимаете в этих вопросах? Да, ясно, мы у вас говорим, что вы плохие, ужасные, коррумпированные, гадкие, но что-то вы в этом понимаете? А представляешь, если бы это был не город Вашингтон, а город Грозный? Ну, с их системой безопасности, как в Америке, в Грозном, сколько бы они прожили? 26 секунд? А в Ингушетии 8 секунд? Нет, ситуация, конечно, очень неприятная. Очень неприятная. И ясно, что традиционные представления о том, что и как надо, не работают. То есть традиционные наши представления безопасности. И фильмы можно снимать сколько угодно. Но, по идее, ты же должен пройти какие-то рамки, да, то есть как-то ты не можешь. А затем заметь даже, насколько наши люди мощнее и сильнее. Когда подонок вошел, этот, как его, Винокуров, Виноградов? Виноградов. Виноградов, да, когда он вошел и стал расстреливать офисных работников, наши же сами его, да, там, ребята же на него бросились, его скрутили. А здесь, получается, просто тир был. Хотя здесь были обычные офисные работники, мужчины и женщины, а там все-таки имеющие отношения к ВМФ США. Все это, конечно, безрадостно, печально, и уровень агрессии в мире зашкаливающий. И, конечно, вечная сейчас будет попытка сказать, что во всем виноват оружие, и что если убрать оружие, ну, надо понимать, что это никогда не помогает. Потому что преступник оружие найдет. Вот преступник оружие найдет всегда, а армию разоружить вы не сможете. Поэтому здесь ничего не сделать. Очень печально в мире все, что происходит. Очень печально.